мы продолжаем сегодня улыбаться все вместе доброе утро всем кто включил свои телевизионные приемники на нашу телевизионную волну и конечно с радостью хотим представить человека который непосредственно связан с сегодняшним праздником потому что сегодня еще многие школы города празднуют день учителя праздновать сегодня такой замечательный праздник который в общем то на выходных значится в календаре но так как все будут отдыхать школьники в воскресенье то празднуют конечно сегодня в пятницу итак Ольга Малевицкая учитель психолог у нас сегодня в гостях доброе утро а я бы сказал наверное Ольга Николаевна Малевицкая мы можем подарить вам кусочек солнышка кусочек хорошего настроения держите вам спасибо вот ну а мы конечно Ольга Николаевна сама как солнышко мы уже успели пообщаться за кадром абсолютно такой позитивный человек который излучает хорошую солнечную энергию Оленька скажите а что для вас день учителя вообще вот если смотреть вот на свою на свою жизнь не вот в детстве вот как раз этот праздник для меня начался именно в детстве единственное что я помню из своей школы это день учителя я прихожу в школу и на стене висит плакат ученик это не сосуд который нужно наполнить а факел который нужно зажечь и почему-то я так впечатлилась и оказалось что эта фраза сыграла такую очень роковую роль в моей жизни потому что только став учителем я наконец-то поняла о чем это но мы что не все учителя отличники круглые но мы о вас знаем такой факт что именно вот вы как раз с красным дипломом причем не только в школе но и дальше 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 с красным дипломом отличница говорится везде а это помогает в жизни вот скажите но если я скажу правду это будет не педагогично скажите как есть от души скажу как есть есть свои плюсы и свои минусы недавно я прочла интересную статью в интернете на что я успела побывать и журналистами всегда с интересом слежу что пишут другие статистика 11 мультимиллиардеров которые даже не закончили школу и тут вспомнив про свою серебряную медаль и красный диплом я подумала а вот я в эту статистику не попала я кстати как-то общалась одним миллионером вот он тоже грибнем и миллидолларом у нас в одессе так микс вот я говорю ну вот как же ты без высшего образования стал миллионером он говорит я просто с детства понял зачем мне учиться если я могу нанять того кто хорошо учился и вот так вот они на меня работают хорошие юристы золотомедалисты хорошие экономисты и так далее но все равно вот высшее образование оно развивает человека обогащает поэтому я вот все-таки считаю что высшее образование нужно больше человек знает знание тосила оля скажите а вот знание психолога мы знаем что вы еще получили и это образование плюс ко всему своему химическому образованию да помогает ли она в педагогике насколько она связана между собой я бы сказала что педагогический опыт работы в школе дает мне практику для психологии потому что все что я теоретически изучала в университете я реально вижу это показывают дети а дети вообще такой уникальный учебник жизни то есть если вы хотите постичь жизнь стать философом мудрецом социологом идите в школу потому что вы понаблюдаете малышей средние классы старшие классы и вы увидите вообще всю историю человечества и возможности человека конечно очень помогает очень помогает знание психолога при работе в школе то есть мы и в педагогических вузах изучаем психологию но немножко в другом ключе поскольку у меня есть как это два образования как вы сказали два высших образования да есть возможность операции на ту и на другое преподаватель по химии да насколько я учитель химии да больше всего в школе я любил именно этот предмет и очень любила учительницу химии а насколько вообще вот психология да такая наука о душе связано вот и как вы ее соединили да математическое мышление химическое да сказать я сказала что очень учительницу по химии и в конечном итоге стала сама учителем могу привести пример как скажем мои химические знания помогли мне понимать человеческую природу когда я уже стала психологом вообще немножко помните из школы химию но помните формулу воды как она образуется мы берем кислород берем водород и получается что вода вода кислород и водород это что ну с точки зрения там это не вода пока то есть это газ это газа газа газы то есть мы берем два газа мы что-то с этим делаем добавляем тепла если помните да и получается что газ или другое вещество получается чудо жидко о чем это говорит когда люди объединяются в группы да вот приходит вами и таня да и оба они там такие ребята себе там газы происходит химическое да и вдруг у них есть это некая общая цель и что-то происходит до химической реакции происходит химическая реакция и рождается нечто то есть люди когда я же да люди когда объединяется в коллектив они могут быть смесями то есть каждый сам по себе инертный газ вот на работу пришли отработали до свидания, нас ничего не интересует. В школе так не получается. Инертные газы. Инертные газы сидят на рабочих местах, ничего не хотят делать, ни с чем не хотят соединяться, ни во что не хотят вникать. Но есть другие люди, которые образуют некие новые соединения, и получается это уже и не вода, в смысле и не кислород, и не водород, получается нечто другое. То есть когда люди образуют реальные связи, внутренние связи, глубинные, душевные связи, они могут создать другой продукт. Вот это уже так глазами психолога, немножко социолога. Вот как химию можно применить в человеческих отношениях? А вот насколько в прямой зависимости находится от того, кто рядом находится, вы уже сказали, но вот как подбирать, допустим, класс и детей правильно формировать? Химическая реакция, правильно. Вот эти катализаторы, правильно подействовать. Вот, 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 вы правильно. Боже, вы помните это слово? Я очень рада, потому что когда иногда я использую это слово, это катализатор, опять же, объясняя какую-то особенность человеческих отношений. Люди говорят, это что? Помните, мы в школе изучали такое понятие, как катализатор и ингибитор реакции. Катализатор то, что ее ускоряет, ингибитор то, что ее тормозит. Точно так же есть люди в коллективе. Тормозины и ускоряющиеся. Ребята, давайте пойдем в музей, давайте, давайте, давайте пойдем в музей. И все пошли в музей. Или другой, зачем нам в музей? Нам здесь неплохо, я хочу домой, давайте бутерброд съедим. Это ингибиторы, то есть люди, которые что-то тормозят. И вот этот баланс людей, которые катализируют что-то, и которые тормозят что-то, вот учитель всегда должен знать, кто у него в классе катализатор, кто ингибитор, кто инертный газ, кто у него щелочь, кто у него кислота. Но это если перенести качество вещества на человека, то есть если уметь немножко быть философом, то есть все-таки в высших учебных заведениях мы изучаем не только свой предмет, но и философию. Мы можем использовать знания материи, когда мы смотрим на людей. Ага, вот это вот такая немножко кислота себе. А вот это щелочь. И мы их вместе, они друг друга нейтрализуют. Главное, что-то не произошло ядерной реакцией. Это точно. Это уже физика. Парта ингибитора. Нет, полпарты ингибитора, полпарты катализатора. Ну, понятно, что это все шутка, ребята, но на самом деле эти знания, которые, в общем-то, в школе абсолютно были не нужны, да. То есть многим ли пригодилась химия после школы, так вот с грустью говорю, я учитель химии. Но если все-таки как-то связывать это с жизнью, даже там не с кулинарными какими-то вещами, или, например, вот с учениками мы делаем крем. Кремом все пользуются. И мужчины пользуются кремом. И когда я им показываю, это скорее уже из области физхимии, потому что я физхимик по базовому образованию, когда мы берем несмешивающиеся жидкости, воду и масло, знаете, что несмешивается, мы что-то добавляем. Мы добавляем третий элемент. Это воск, или есть специальные вещества, которые помогают соединиться в воде с маслом, и появляется крем. И ребята говорят, вау, так это же волшебство. И тогда химия становится интересным предметом. Ну, правильно. А как вы считаете, вот почему многие не любят школу? Ну, я имею в виду, заканчивая школу, хотят быстрее стать взрослыми и говорят, а я вот в школе... Да, потому что потом, когда по прошествии многих лет, многие люди, конечно, вспоминают, что да, это были лучшие годы моей жизни, однако есть такие, которые и счастливы, что вышли из ее стилы. Ну, вообще, школьные годы, студенческие самые лучшие, как мне говорили. Так школьные или студенческие? Вот что для вас, например, интересует? Честно говоря, мне сейчас гораздо интереснее живется, чем в школе и в студенческие годы. Потому что вот в нашей школе я могу наконец-то реализовать все свои мечты. Я мечтала стать когда-то дизайнером, дизайнером одежды. Я не поступила в наше театральное художественное училище, потом, закончив школу, пошла на химфак, как-то так вот свою мечту оставила. Когда-то тоже так мечтанула стать актрисой, да, там, немножечко хотелось режиссуры, чуть-чуть хотелось петь, все-таки художником. Понимаете, что такое работа в школе? Стенгазету нарисуй, да. Праздник проведи, там, со сцены что-нибудь сделать. То есть все профессии задействованы. Да, то есть на самом деле, если ты хороший учитель, то есть ты, по сути дела, должен быть кандидатом около всяческих наук. Помните, необыкновенный концерт, а кто я такой? Я кандидат около всяческих наук. Учителями называют строитель, учителя-строители человеческой души. Да, с этим не поспоришь. И с удовольствием еще раз напоминаем, что у нас в студии сегодня в гостях Ольга Николаевна Малевицкая, учитель, психолог, и можно еще и регалии продолжать и продолжать, а также еще и наша коллега, в прошлом и ведущая радиостанция, причем на заре нашей истории всех радиостанций коммерческих в городе. Но это еще раз доказывает, что учитель должен разбираться в разных профессиях. Итак, вот подходя уже к тем вопросам, которые мы еще не успели раскрыть, почему же все-таки для многих школа не всегда является самым лучшим воспоминанием? Я думаю, что ключевое слово «интерес». Учиться должно быть интересно. Вот вспомните себя в детстве, помните? Когда совсем маленький. Когда мы познаем мир, это сначала очень интересно. Это дает много энергии. То есть для того, чтобы изучить что-то новое, нужен какой-то ресурс. И, соответственно, вот интерес исследовательский, это то, что толкает нас изучать мир. И обычно в младших классах дети очень хотят учиться. Даже еще до школы дети спрашивают про цифры, про буквы. Вот мой ребенок в детском саду. То есть не убили еще интерес к учебе? Да, еще интерес не убили, вы правильно сказали. Но что происходит потом? Ребенок попадает в школу из детского сада, где было все так вот привольно, свободно. Ну, игра. Теплично. Ритм был такой более легкий. А тут все-таки каждое утро надо быть вовремя. Надо делать какие-то там домашние задания. И тут вопрос баланса нагрузки. И очень важно еще учитывать возраст ребенка и его возможности. Вот, честно говоря, меня как педагога, особенно как психолога, очень пугает тенденция раннего интеллектуального развития. Вот для меня это загадка. Зачем? Да? Ведь никому не приходит в голову ждать, что ваша пятилетняя дочь забеременеет и родит. Раньше положенного биологического срока. Даже когда уже она может родить, все-таки родители думают, ну, подожди, ну, давай, не сразу. Почему? Потому что нужно вызреть до чего-то. То есть, конечно, ребенок и в пять лет переживает, например, чувство любви. И вот вчера как раз у нас был педсовет, и учитель первого класса рассказывал, они все уже друг другу признались любви. Я тебя люблю. Они пишут друг другу записки. И это нормально для первого класса, когда дети друг друга перевлюблялись. Но та ли эта любовь... А все переженились, да, уже у всех несколько жен. Хорошо, хоть не перерожали дети. Да, пока еще нет. Это будет потом. То есть, ну, это другая любовь. То есть дети пока в это играют. И прежде чем они действительно смогут реально любить конкретного мужчину или женщину, пройдет время, они получат разнообразный опыт. Мне кажется, что сейчас взрослые отталкиваются от себя. То есть, например, я легко могу там изучить английский, японский, другой язык, взрослый человек. Но зачем два года японский, ребята? Ну зачем? Он должен ползать, пробовать мир на вкус, щупать его. И если его отвлечь от главного, от развития его тела, то потом он никогда это не восполнит. Вот это первое, что меня настораживает. Будет восполнять уже более взрослые годы. То есть все дорого в нужное время, да? Да. Всему свое время. Это очень важный принцип педагогики. И нужно понимать, когда ребенку нужно давать английский, и в каком виде его давать. И когда ему нужно давать интеллектуальное развитие. Мы же не строим сначала крышу дома, правильно? То есть можно сказать, что интеллект – это уже венец всего. Кстати, вот я заметила, у меня есть некоторые друзья, которые действительно родители их очень рано стали обучать серьезным наукам. И сейчас они восполняют, то есть они играют в детство. Они… Они в куклы еще не наигрались. То есть получается такое сочетание. Вот взрослый человек, но настолько хочет быть ребенком, и у него и хобби детские, и так далее, и так далее. Действительно… Он не наигрался на своих коленок, он не докатался на роликах, он не наигрался в куклы. А представьте себе, что это будет, если взрослый человек играет в какие-то детские игры. Это несерьезное отношение к партнерству. Вообще такое, ну, ребенок, это нормально, что сейчас я играю «я мама», потом «я твоя дочка», потом «я переключаюсь на что-то другое». Но если взрослый человек не наигрался в детстве, то есть он не добрал чего-то детского, это опасно. То есть, конечно, психологам хорошо, всегда есть работа. Да. Но все-таки как педагог… Коррекция. Психологическая. Да, я бы предпочла работать как психолог уже с тем, чтобы сопровождать человека к его мечте, опираясь на те качества, которые он сформировал в школе. Ведь, возвращаясь к той фразе, которую я упомянула в начале передачи, действительно задача не напихать в ученика огромное количество всяких знаний, что география – это про это, математика – это про это. А как-то связать человека с жизнью? Вот если катализаторы, ингибиторы связать с человеческими отношениями, уже как-то веселее. Что, наверное, самое правильное – научить ребенка жить, правильно воспринимать все. Я с вами согласна. Я бы сказала, что задача, которую я себе поставила, уже будучи и педагогом, и психологом, это разглядеть индивидуальность маленького человека, который вот пришел ко мне, и помочь ему ее проявить так, чтобы другие люди это приняли и сказали «Вау!». Кстати, Оля, а как правильно вообще воспитывать ребенка, и как вот ту грань определить родителям, и для себя, и для ребенка, чтобы он не вырос, допустим, эгоистом, но при этом и был без комплексов, чтобы у него не было каких-то ненужных качеств, которые помешают ему в будущем? Ребята, это целая передача. Это пять программ. Но если анонсом, то можно сказать так. Прежде всего, в частности, в нашем направлении, в альдорфской педагогике, мы говорим об авторитете учителя. То есть если ты, родитель, говоришь, «Не кури, сын, не кури, это плохо», а сам дымишь? Да. Своим примером нужно. Можешь ли ты требовать от ребенка, чтобы все было по-другому? Или, например, «Почему ты разбросала свои игрушки?» говорю о своей дочери, а потом смотрю на свой рабочий стол и получаю ответ на свои игрушки. Мои взрослые игрушки тоже разбросаны. То есть я создаю из хаоса нечто. Это моя система творческая. И я понимаю, что, возможно, у моего ребенка то же самое. Мне бы хотелось, чтобы она была другой, но она мой ребенок. А ну давайте вот вернемся все-таки, с какого возраста нужно вести ребенка в школу? Вот правильный самый такой вопрос. По новейшим технологиям. Ребята, очень сложный вопрос, потому что, понимаете, государство определило возраст 6 лет. Мы в альдорфской педагогике считаем, что лучше, чтобы это было 7. Но всегда надо смотреть на ребенка. То есть у нас, например, в школе, когда ребенка принимают в первый класс, собирается комиссия педагогов, и мы смотрим, созрел ли ребенок для того, чтобы быть школьником. То есть если с медицинской точки зрения должны быть определенные физиологические показания, это смотрит доктор. То есть ритм сердца, то есть выдержит ли он эти нагрузки. Не только, так сказать, даже портфель, а вообще этот ритм. То есть лучше позже, чем раньше приводить? Лучше вовремя. Но время, скажем, человек, это не то, что вот можно точно сказать, что в 5 лет правильно. Это в 7 лет правильно. Это человек, это всегда надо смотреть. Это очень индивидуально. Поэтому опытные педагоги, они смотрят на ребенка и говорят, да. Вот, например, в этом году, в первый класс к нам пошла девочка, которая 6, исполнилась только 30 сентября. Но мама привела ее и сказала, она не может быть больше в детском саду. Она так хочет в школу. Она масенькая. Я так посмотрела, думаю, боже, как этот ребенок может учиться в первом классе. Но собрались педагоги, посмотрели. Ребенок нарисовал рисунок. И мы увидели, что внутренне эта маленькая девочка, она созрела учиться. И сейчас я так приглядываю, я не в первом классе работаю, смотрю так, ну, в столовой встречаю. Я смотрю, как она там в первом классе. И я вижу, что поскольку она самая маленькая, все дети, все первоклассники, манюськие первоклассники, они так, пожалуйста, сюда, дорогая, вот так. То есть для детей этого класса это тоже оказалось хорошо, потому что у них есть возможность заботиться о самом маленьком ребенке в этом классе. И, в принципе, даже дотянуться, они чувствуют потенциал, наверное. То есть для того, чтобы не быть эгоистом, нужно заботиться о том, кого ты любишь. И если родителю, там, ребенок просит, там, купи собаку, это тоже можно по-разному рассматривать. Купи собаку, и потом будешь сам за ней смотреть. Или ребенку действительно нужен кто-то, о ком он мог бы заботиться. Это может быть младший одноклассник, это может быть ребенок из младшего класса. То есть раньше, вот в мое время, например, отличницы помогали отстающим и в своем классе, и там, и в младшей классе. И это здорово, если старшеклассница может помочь малышу в чем-то. Вот в нашей школе обязательно старшеклассники приходят, ну, по желанию, конечно, напьет практику в младшей классе, там, помогают на уроках рукоделия. То есть в Альдорфской школе это хорошая традиция, когда старшие классы что-то делают для малышей. Они готовят им праздники, они вместе с ними что-то пекут. Это позволяет почувствовать, что ты нужен. Потому что по сравнению со взрослым, ты, конечно, малыш, ты салат. Ну, правильную значимость вот человеку. Да. Нужен ощущать уважение, что он что-то может. Ребенок в школе может почувствовать свое место в жизни. Вот в мое время в школах была профориентация. Не знаю, у вас была профориентация? По-моему, уже нет. Я не помню. Я на своем веку не помню. Я в школу доходила в физико-химический институт раз в неделю. Я познакомилась с этими всеми пробирочками, колбочками, спектрометры, спектрографы и так далее. Это было так. То есть я переживала науку очень благоговейно. И вот мой выбор химии, химия для меня была это из области магии, что-то такое волшебное. И поэтому мне учиться было интересно. Вот, наверное, и нужно так преподавать химии, что это магия и волшебство, чтобы было интересно. Тогда будет интересно знать, из чего же эта вода состоит. Для этого нужно относиться к миру как к чему-то волшебному. То есть если ты просто ученый, строгий. Помните фильм «Весна»? Там была строгая такая, Любовь Орлова, она играла строгую у научного работника. И была другая девушка, которая смотрела на мир вот так. Журчат ручьи и так далее. То есть учитель – это и немножко актер, и немножко ученый, и немножко журналист, и немножко психолог. То есть всего по чуть-чуть. Потому что всегда нужно для ребенка подобрать какую-то правильную роль. К вопросу о воспитании неэгоизма. Был такой замечательный советский мультик, как дедушка-медведь воспитывал своего внука-хулигана-медвежонка. Медвежонок очень шалил. Соседи там, лиса, жаловались, зайцы жаловались. И дедушка сказал, я тебе разрешу делать все, что ты хочешь. Он говорит, вау! Но только после того, как ты наполнишь мешочек камушками. Но камушек можно положить в мешочек только после того, как ты сделаешь кому-то доброе дело. Медвежонок подумал, да ладно, сейчас там. Сейчас натворю доброе дело. А потом буду делать, что хочу. И представьте себе, пока он наполнил этот мешочек камушками, он понял, как это здорово, ему так понравилось, потому что он получал благодарность. Он видел, что на самом деле можно ломать забор, но можно его строить. Можно топтать цветы, но можно их посадить. И вот мудрый дедушка, он был хорошим педагогом и психологом, дедушка-медведь, он дал ребенку ощущение свободы. Вот это очень важный момент. Ребенок должен чувствовать, что он свободен. Тогда ему будет хотеться учиться и что-то делать. То есть нужно создать ему такой контекст, чтобы он сам выбрал правильное для него. И вот в этом хитрая задача педагога-психолога. Наши гости используют уникальную методику. Вот интересно, как же преподавать так предметы, разные предметы, чтобы школьникам было интересно и любовь у них возникла до конца жизни вот ко всем предметам в школе. Знаете, в альдорфскую педагогику я пришла сначала как мама. То есть я искала садик своему ребенку и попала на педагогический семинар, где изучали методику преподавания. И как психолог я увидела, вау, как это здорово. И прежде всего меня поразило, что нет вот этого разделения. Учитель математики, он только математик. Учитель химии, он только химик. И когда я сама уже стала педагогом, ребята, это было удивительное открытие. То есть я, будучи учителем химии, преподавала математику в пятом классе, в своем пятом классе. То есть есть такое понятие, как основной учитель. Если учитель берет класс, он преподает в нем все основные предметы, ну, какие может взять. Например, будучи учителем химии, я совершенно спокойно могу преподавать математику для пятого класса. Думаю, любой из вас, освоив методику, мог бы это сделать. Я полюбила математику. То есть в школе она мне нравилась. Но вот реально с позиции взрослого человека, который снова погружается в это уже как педагог, я увидела, как прекрасен этот предмет. Ботаника, которая как-то не оставила никакого следа во мне в школе. Я просто ее вызубрила, сдала и забыла. Когда мы изучали вот эту живую ботанику, выходили на улицу, в школьный двор. То есть жизнь это и есть учебник. И важно научить ребенка, вот как мне кажется, учиться не только по книге. Вот подсолных это такое. А в жизни оно бывает разное. И если ребенок привыкает учиться только по текстам, по интернету, то есть обязательно ему нужна информация написанная, то это определенное ограничение. У нас учат детей смотреть на жизнь. И смотреть на жизнь так, чтобы увидеть какие-то закономерности. И задача педагога, который готовится к уроку, вот в нашей школе, создать такие условия, в которых дети сами бы открыли закон. То есть легко, конечно, сказать, дети дважды два – это четыре. А ты попробуй подведи его к этому открытию. И что произойдет, если ребенок сам обнаружит, дважды два – четыре? Вау! Так это же так интересно! Я недавно подсматривала урок моей коллеги. Физкультура, да, казалось бы. И на физкультуре основной учитель, тоже преподает в третьем классе, они закрепляли таблицу умножения. То есть дети прыгают через скакалку. Большая скакалка, два человека крутят. Ребенок прыгает. И обычно, знаете, как считают, чтобы узнать, кто победил. Один, два, три. Здесь какой хитрый ход. Дважды два – четыре. Дважды три – шесть. И так ребенок, он проскакивает сначала двоечку, таблицу умножения на два. Проскакали. Кто победил? Машенька победила. Она там проскакала дважды двадцать два. Там Ванечка говорит, ну я сейчас на тройках тебя догоню. Трижды три, трижды четыре и так далее. То есть, понимаете, в чем хитрый ход? Мы все равно это делаем. Все равно в школе есть и физкультура, и математика. Но когда мы… Мышление становится просто многогранным и более образным. Потому что больше применимо к жизни. У меня не лежит отдельно математика в моей памяти, отдельно физкультура. Между ними простроены связи. И тогда в жизни, оказываясь в ситуации… Не два «Д» уже человек смотрит, а всем «Д». Да, точно. Вот это вот про «Д» вы правильно сказали. Очень многомерным становится человек, когда у него мир-то на самом деле целостный. Вот вы можете мне сказать, что география отдельно от ботаники, или от зоологии, или от социологии. Ну не бывает такого в жизни. Это наш ум, когда изучают… Я химик, да. То есть я химик, конечно, да. Я психолог, да. Но я еще и это, и это, и это. И учитель трудов. Да, и учитель трудов, кстати, да, немножечко. То есть когда я первый год стажировалась в школе, я ходила на уроки к разным педагогам, чтобы вообще почувствовать, а чем я хочу заниматься на самом деле. То есть да, я учитель химии, но химия начинается в старших классах. Могу ли я как-то проявить себя в средней школе? И я была на уроках рукоделия. Это тоже очень интересно, что я большая рукодельница, мне это нравится. Это просто потрясающий опыт. Вот так вот, нужно сочетать разные предметы и развивать образ. А как быть с оценками? Оценки, мне кажется, что иногда вот эта вот гонка, да, за хорошей оценкой, она отпугивает ребенка, может быть, да, или как-то даже бросает его назад. Вообще нужны ли оценки, кстати? И со скольки лет, с какого класса вообще правильно было бы применять вот эту оценку знаний? Ребята, знаете, вопрос очень неоднозначный, и это нельзя так на обще-государственном уровне сказать. Это вот с пятого класса мы оцениваем. А сейчас у нас там суд подадут и скажут, а вот так вот сказали, что неправильно. А потом отвечаете за то, что вы сказали. То есть глядя на живых детей, я понимаю, что для некоторых детей очень важны оценки. То есть они тогда чувствуют свои границы. Так, я хорош или я не хорош? Ему нужна обратная связь в виде оценки. В любом случае, какая-то оценка должна быть. Например, в младших классах в школе, не ставят там 2, 3, 4, 5, 12, да. А пишут, молодец, там, умничка, или там, в этот раз хорошо, можешь еще лучше. То есть ребенку дают эмоциональную оценку, понимаете? То есть не в баллах. Что такое 12 и чем это отличается, например, от 8? Вот я же в пятибалльной системе училась. И когда, как учитель, я читала новые правила оценивания, то есть я вводила в себя эту систему отчета, чтобы оценить, там, сочинение ребенок написал, 33 ошибки. Ну, бывает такое тоже в школе, да? И я так, и во что же это оценить даже по 12-балльной системе? Это очень сложно. Ведь оценка должна не просто констатировать факт, ты сейчас такой. Она должна побуждать к тому, чтобы завтра стать другим. Поэтому вот для меня оценивание – это очень болезненный момент. И я обязательно сопровождаю это какими-то комментариями, там, типа, вот в этом ты силен, а вот если усилишь еще в этом, будет вообще просто прекрасно. И тогда у ребенка ты показываешь ему, вот, задача оценивания, как мне кажется, уже как психологу, показать человеку, на что он может опереться уже, вот в этом ты силен, да? И показать ему, где у него слабое место, в каком направлении развиваться. Причем, смотрите, хитрый тоже ход. Человек может развить это в себе сам, и тогда я сам. Это тоже очень важно – развить я сам. Но можно показать. А вот смотри, Танечка умеет это. Если ты договоришься с этим ребенком, ты можешь научиться у этого ребенка. И тогда мы развиваем уже коллективность. Это тоже очень важный момент. Ведь человеку важно ощущать свою индивидуальность. Но где мы можем ее проявить? В любом случае нам нужны кто-то, кто будет испытывать потребность в моем этом свойстве. Да, я, например, прекрасно вяжу браслетики. Я навязала 100 браслетиков. Куда мне их деть? У меня только две руки. Мне нужно, чтобы кто-то взял этот мой браслетик и сказал, здорово, слушай, я хочу носить такие браслетики. Или там нарисовал картину, чтобы кто-то посмотрел, сказал, как это у тебя здорово получается. И тогда хочется это делать. И вот если мы будем использовать это в педагогике, в школе, вот это поощрение эмоциональное, то я думаю, это будет стимулировать процесс. Ну, это вообще подготовка к реальной жизни. Потому что человек учится сопоставлять, мыслить, почему так, а почему не так. Потому что вот если получаешь там, вот как раньше, двойка, все, кроме комплекса неполноценности, ничего. А тут вы заставляете мыслить. И действительно вот ум готовится к реальной жизни взрослой, когда можно проанализировать, что мне добавить, что убавить. Да, то есть правильное отношение к ошибкам. Задача оценки – показать, как правильно отнестись к ошибке. Ошибка – это не приговор. Ты убогий, ты никчемный, ты хуже всех в классе. А указание на ошибку оценкой дает возможность ребенку понять, что нужно в себе усилить. Например, с детьми просто невнимательные. Вот действительно читаешь такое сочинение или такой диктант, думаешь, боже, ну мы это слово сто раз писали. Да-да-да, почему это не запомнился. И ты сама же уже писала это слово правильно. Просто отвлеклась. Оля, так еще много вопросов, но у меня еще три главных вопроса. Попытаюсь экспресс-метод. Ну вот как подготовить ребенка к взрослой жизни? Так, чтобы он не травмировался, потому что воспитывать просто как в тепличных условиях тоже не выход, да? Не выход, конечно. И школа, вот как мне кажется, в частности вот наша школа, почему я выбрала для своего ребенка это. Это маленькая модель мира. Причем в каждом классе, в каждом возрасте ребенок получает определенный опыт взаимодействия с миром. Вот малышей в нашей школе, мы педагоги создаем, вот тепличные условия нужны для малышей, чтобы малыши почувствовали мир добрый. Смотрите, солнышко, для кого это? Вы думаете, это для 50-летних малышей? Люденьки, дяденьки. Да, кстати, можно даже и взрослому человеку посмотреть и вспомнить свое детство. Если в детстве было это переживание, мир добрый, солнышко улыбается, мама хорошая, учительница замечательная. То есть в детстве ребенок должен получить ощущение, мир добр, есть взрослые, я могу на них опереться, я защищен. Следующий шаг – мир интересный, да, мир загадочный. Я изучаю этот мир, опять же, взрослый меня сопровождает. И дальше я что-то делаю для этого мира. Мир разнообразный. Вот смотрите, если ребенок маленький столкнется с проблемой зла, в сказках, в сказках что? Герой берет меч, отсекает голову дракону, здорово. А если уже во взрослом возрасте, там, ребенок-подросток, сталкивается с какой-то там несправедливостью мира, вот здесь он уже должен быть готов не брать меч в прямом смысле, чтобы вот рубить любую, с его точки зрения, несправедливость. Вот тут он уже должен уметь видеть жизнь с двух сторон и понимать, что нет ничего настолько плохого, чтобы оно не могло обернуться хорошим. И нет ничего настолько хорошего, чтобы оно не могло стать плохим. Вот пирожное, оно хорошо или плохо? Вот те, кто худеет… Или сотка ешь, которая любит поесть, у кого инсулин, извините, не вырабатывается. И вопрос какой? Это первое пирожное или сотое пирожное для тебя? То есть старшеклассник и ребенок из младших классов – это, как говорят, в Одессе две большие разницы. Нужно смотреть, что правильно для этого возраста, что заложить, какой кирпичик заложить в этом возрасте и к чему ты приведешь его уже в старших классах. Если дети в младших классах учатся по принципу подражания, учительница должна быть всегда красивая, опрятно одетая, улыбающаяся, и это нормально. Но вместе с тем дети должны понимать, что есть не только улыбки в жизни, есть грусть, есть горе, есть печаль, есть смерть. Дети очень активно интересуются смертью. Моему ребенку 5,5 лет, она уже наблюдает умерших кузнечиков, мышка, которая умерла, ее это очень интересует. А как вот объяснить ребенку, например? Это не из области объяснить. Это как данность, наверное, уже просто данная. Понимаете, маленькому ребенку, вот, пытаешься объяснить, нельзя есть конфетку, потому что сейчас нужно съесть суп. Он это понимает? Это так же, как кошки объясняют, что здесь не писи, писи здесь. Она этого не понимает. Нужно показать. То есть задача вот для маленького ребенка создать некую ситуацию, некий контекст, когда он сам придет к этому выводу. Ты просто его мягко сопровождаешь. Вот как кошку дрессируем, вот что-то подобное создаем для ребенка. Договариваемся, конфетку съешь после супа, одну конфетку, а вот будет так, будет так. Ну вот приблизительно так. То есть мы всегда смотрим, с кем мы имеем дело, какой возраст у ребенка и что он может. Маленький ребенок, он может послушать ваши доводы против конфетки, но его чувство сильнее. Он не поверит в это, не почувствует, не осознает. И тогда он будет очень расстраиваться от того, что он как бы огорчил маму, но вместе с тем ему так хотелось конфетку. И задача мамы – простроить ему правильный ритм. Сначала мы едим супчик, потом мы едим это, а конфетка будет. Это же кульминация нашего сегодняшнего ужина. Точно, да, конфетка будет обязательно. Тогда следующий вопрос очень быстро, потому что времени мало. А вот как в себе сохранить детские воспоминания, и уметь разбудить это чувство приятное во взрослом уже возрасте, когда мы помним, что чтобы было так же прекрасно есть мороженое, как это было в детстве. Да, это как знать ребенка. Анекдот про эти шарики новогодние, помните, да? А что там было? Ну, приходит новый русский в магазин и говорит, дайте мне, пожалуйста, новогодние шарики. Ему дают, он говорит, что такое бракованные у вас шарики? Я говорю, какие? Я говорю, ну, блестят так же, а радости нет. Вообще, наверное, нет вот добра и зла, а есть отношение к жизни, к себе. К вопросу о воспоминаниях детства. Не все воспоминания детства, к сожалению, у нас радостные. И есть для взрослых такая психотерапевтическая практика переписывания воспоминаний. То есть если в детстве отнятую конфетку ты мог рассматривать как зло, ужас, ужас, то есть плохо, и у тебя осталось переживание неприятное, связанное с этим, то будучи взрослым человеком, понимая, почему мама, допустим, не дала тебе конфетку, или почему она выключила телевизор, когда ты смотрела 12 мультик подряд. Да, да, ужасная мама. То есть в тот момент, в детстве, смотрите, была эмоция злость. Травма даже. И это нормально, когда ребенок злится, если прерывается удовольствие. Но когда ты становишься взрослым и можешь посмотреть, зачем мама это сделала? Она понимала, что ты уже просто, ну, много для тебя этих 12 мультиков. То есть мама заботилась о тебе. То есть задача взрослого человека увидеть, что за любым действием, которое было направлено по отношению к тебе, стояла любовь, которую тот взрослый выражал так, он по-другому не мог. Строгая учительница выражала любовь так. Добрая учительница выражала любовь к тебе так. Тогда последний вопрос. Ольга Гелана, последний вопрос, мы завершаем уже программу, точнее, встречу с вами. Да, Сереженька. Вот какие мультики лучше смотреть? Сейчас очень много мультфильмов из-за рубежных, отечественных. Ой, ребята, какой больной вопрос, какие мультики лучше смотреть. Это вопрос, можете ли вы организовать эти мультики? Потому что, например, мой ребенок совершенно спокойно может нажимать на кнопку телевизора в бабушкиной комнате и смотреть все мультики, которые, извините, взрослые. Взрослые, делающие телеканалы, пускают просто потому, что надо заполнить 24 часа. Мультики примитивные, в них много агрессии. Я не говорю, что ребенок не должен знакомиться с агрессией, но мультик обязательно должен показать выход из агрессии. Вот если разозлился мышонок, не просто такой мышонок-террорист, который бьет кота, а как они из этого вышли, как они потом подружились. Вот Леопольд с мышками, я считаю, это правильный мультик с точки зрения психологии и развития. А вот спор по поводу «ну погоди». Давайте жить дружно. Ну погоди. Просто, кстати, запретили в светлое время суток показывать, потому что там курит волк. Да, а у нас реклама же... Да, если бы волк... Ребята, если бы волк в конце бросил курить, это было бы очень педагогичное. Я думаю, что каждый родитель должен... Если речь идет о родителе, а не о педагоге, то родитель должен смотреть, где он в состоянии ребенка сопроводить и оградить. Например, я мультики смотрю со своим ребенком сама у компьютера. Я набираю в поисковике тот мультик, который считаю правильным для меня и для моего ребенка. И тогда я уже, сидя рядом с ней, смотрю, как она реагирует. Ой, ой, ой. И я могу правильно прокомментировать ее чувства, помочь ей выйти из какой-то ситуации. Например, там кто-то умер в фильме, который мы смотрели. Она плачет. Я говорю, да, это бывает. Он ушел на небо, он ушел к Богу, он стал ангелом. И тогда для ребенка смерть это уже не трагедия. То есть она говорит, вот дедушка умер у нас летом, умер мой папа, и она уже была подготовлена к переживанию смерти. Говорит, а дедушка теперь на небе ангел. Ну, думаю, я не знаю, но... Но говорю, ну дедушка уже однозначно там, он уже у Бога. И ребенок воспринимает мир как добрый. То есть, смотрите, ребят, самое главное, чтобы ребенок не смотрел, важно, что он должен понимать, что выход есть всегда. Что есть тот, к кому можно обратиться. Это мама или это учитель. Этот учитель или мама должны быть готовы правильно сопроводить переживания ребенка. И показать ему, что жизнь небезнадежна. Чтобы все тяжело, цены растут. Да, цены растут, но выход есть такой в растущих ценах. Но для этого учитель сам должен знать этот выход. Просто есть меньше пирожных. Вот так, это полезнее для здоровья. Можно начать печь пирожные, продавать пирожные. Продавать это много, да. И тогда ты можешь есть пирожных сколько хочешь. Я думаю, на этой позитивной ноте, я думаю, мы будем завершать нашу беседу. Спасибо вам большое. Кстати, с праздником вас еще раз. Спасибо вам. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok